Всем привет, дорогие друзья! С вами Ктархонт и у нас уже пятая серия нашего прохождения Urban Empire. Продолжаем строить наш город, расширять его. У нас уже постепенно места не остается. То есть вот буквально здесь райончика 4-5 в месяце и все, у нас уже полностью застроенный весь регион. Всеми-всеми-всеми-всеми-чем только можно. Я думаю, мы сейчас этим и займемся как раз в этой серии. То есть гипнотизер. В районе приезжает немитый гипнотизер. Да, звучит неплохо. Нет. Он заявляет, что может загипнотизировать людей, что они забывают, как их зовут. И творят глупость Анасана. Высший свет взбудоражен. Просорение разрешить его? Конечно. Получаем общительность и получаем бонус к развлечениям. Ну, как бы это хорошо. Ага, новый район мы ставим при этом. Где бы наш этот новый район воткнуть? А вот мне вот это вот не нравится. Вот эта вот загогулина, которая здесь, она неудобна. Да жути, на самом деле. Давайте его сделаем как можно больше. Во-первых, до изгиба. Во. Вот так вот. Все, подтверждаем этот район. Плотность застройки оставляем обыкновенную. Нам не нужны эти. Нам, то есть, жилой квартар можно уменьшить вообще до 20%. Сделать здесь делового побольше. Примерно выровнять, наверное, с промзоной. Да, то есть они примерно равны. Все, отлично ставим. Давайте сюда дороги поставим получше. Хотя вот зачем я сейчас расширяю дороги в новых районах. То точно вопрос. Зачем мне вообще расширять дороги в новых районах? Нормальное голосование. Окей, поехали. Раз район. Смотрите, ой, извините за затупы. Тут примерно второй, тут третий. Наверное, даже в три района уместимся. Ой, мне вот эти вот дороги не нравятся. Как-то они тут странно смотрятся. Ну ладно, уж что есть, что есть. Шоу гипнотизера. Ага. Выше общество собралось на представление гипнотизера Чарльза Буфона. Буфон весьма хороший с собой и загадочный. Он приглашает на сцену молодую женщину из зрительного зала и гипнотизирует ее. Вышептывая слава. Под гипнозом женщина думает, что она рыба, а пол вода. Очнувшись, она заявляет, что ничего не помнит. Что вы думаете? Интригующе. Получаем для прогрессивности. Вот, отлично. Прогрессивность это нужная вещь. Эффективная стоимость. А, мы же улучшили порт. Или что мы улучшим? А, электростанция, точно. Мы электростанцию улучшим. Получаем тем самым уровень продаж промышленных компаний минус 5. Вообще это должно быть плюсом. То есть это должно хорошо отразиться на экономике. Слишком много территорий, и уже, видите, небольшие подлаги начинаются. Электростанция работает, работает, а необходимый. Бюджет бы она еще уменьшила. Был бы вообще, наверное, отлично. Что-то на бюджет, правда, не особо работает. Kill Rich. А давайте мы построим с вами... А, мы не можем пока ничего построить. Система отопления, вентиляции, кондиционеров. Серьезно, в 1899 году эффективность системы. То есть мы меньше будем на электросети, меньше на канализацию. Вот, это я понимаю, это да. Новый район, согласен, однозначно. Начинаем голосование. У нас населения не хватает, чтобы работать в этих новых районах. Но сейчас нарожают. Я уверен в том, что без защиты они смогут нарожать просто уйму чего. А совет, а у вас нету законов интересных для принятия? Популяризация ухода за полностью отказ от газовой инфраструктуры. Ну нет, это нету. Ну полуострота, здоровье. Да все нормально у нас со здоровьем-то, ребятки. И зачем нам то, чего нам не надо? Ну смотри, я тебе дал потребность промышленной площадки. Вот идите, заселяйте эти районы. Вот, застраиваются. Да, 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 да. Чего вы не застраивайтесь-то? Вовсю застраивайтесь. Я же вам все даю, как говорится. Берите, не хочу только. Я думаю, где-нибудь здесь надо бы школу воткнуть, да? То есть в какой-нибудь из районов надо бы школу. Измените район и инфраструктуру, служба. Средняя школа. Да, вот. Я же говорил, среднюю школу надо куда-то воткнуть. Сюда вот, наверное, да, воткнем. Как раз она будет здесь все обеспечивать. Отлично. Предлагаем, предлагаем, предлагаем. Личные средства сейчас тратить не будем. На среднюю школу здесь не помешает. Тут, конечно, не так много народу, но хотя бы на среднюю, чтобы слегка обучились, это было бы хорошо. Так, система охлаждения. Получаем холодильник, водоочистительную станцию, окружение, улучшать окружение. Универмагия, санитарный для ресторанов, очистка нефти, народный автомобиль. О, давайте народный автомобиль, если бы, хотя психология интереснее, равноправие. Бесплатно. О, давайте к образованию, точно. Бесплатное образование начальное будем делать и среднее. И тем самым мы повысим себе еще больше индекс нашего этого добра. Как у нас тут, кстати, борются, кстати, за партией. Партия что-то борются, но мы оставим их в покое. Так, 59 уже. Отлично. То есть районы наши приносят. Так, изменения района. Начинаем голосование. Школу построим тут для них. Пускай радуются. Отлично. Пускай тут обучаются у нас дети. Ну а чё, чё бы и нет-то? Обучайтесь. Я ж только за то, чтобы вы были умненькими, хорошенькими, красивенькими и всем остальным. Так, еще нужна школа где-то вот тут. Эджвор, да, наверное? Или все-таки Эджбору. Давайте посмотрим, где тут школа. Лучше всего запихнуть среднюю. Я решил взяться за умы наших детей, да? Вот куда-нибудь сюда вот запихнем ее. Это слишком большое пересечение. Вот. Сюда вот, наверное, да? Да. Голосуйте. Я немножко решил взяться, чтобы школы у нас были везде. То есть у нас люди обучались хотя бы среднему образованию. То есть в 1902 году в Австрии уже за все боролись за это. То есть все, чтобы могли у мамы быть хорошими. Но тут голосование, конечно, не идеальное. Но все-таки большинство с вами нас поддерживает. Прекрасно. Крятинаучного интеллектуала. Дети должны писать школу по закону. Образование – это наше будущее. Это не оптимистическое заявление. Это факт. Утверждают активисты за право на обучение. Дети обладают неотъемлемым правом учиться, читать, писать, читать, понимать основы общества и даже научной грамотности. Это важнее, чем любые заявления о получении дохода или финансовой стабильности. Да. Исчезновения активистов продолжаются. Ходят слухи о тайных арестах и пытках активистов независимой Швейцарии. Ух ты, нифига себе. Рентгеновское излучение помогает видеть сквозь препятствий. Уже было. Добровольное материнство. По всему миру обсуждаются права женщин. Особенно важным является вопрос, может ли женщина решать, всегда беременеться, когда беременеться, когда нет. Мир меняется, городское администрация размышляет, каким аспектом материнства стоит уделить особое внимание. У женщин должно быть больше профессиональных возможностей. Мужчины должны решать, как заводить детей. Да, но мы зато население поднимем. Но опять ухудшим. У детей должно быть право на счастливое детство. Мы получим запрет детского труда. Да. Давайте мы введем этот закон. Как я понял, у нас открыт теперь. Указ, точнее. А, нет. Блин, жалко. Жалко, его не открыли. Нет. Я хотел, между прочим. То есть нету, да? Ну ладно. Финансирование, водопровода, все остальное. Все из этого нам ничего не даст, на самом деле. Ничего нету интересного здесь. А все подряд законно водить тоже не вариант. То есть мы от этого много не получим. Так, изменение района, школы. Да, у нас согласен построить. Отлично. Ну явно они не глупые то, что школу надо устроить. Но женщины, конечно, тут реально много, ребят. Как-то, по-моему, совет наполовину женщин уже стоит. Это немножко чересчур, по-моему. Так. Ой, я могу ему забустить до 4 аж безопасность. А почему я не могу улучшить университет? Я не знаю. Почему я для него до сих пор ничего не открыл? Не открыл, не знаю. Там еще для чего-нибудь. Почему? Почему тут какой-то порт, суд, я не знаю. Кстати, порт интересно выглядит. По собственному это росту компании. Давайте построим порт. Да. Ну извините за свое... За свои денюжки я не смогу этого сделать. Порт слишком дорого. Для моего бюджета я даже малую толику его не смогу потянуть. Так, психология. Открыли. Во, запрет лоботомии и все остальное. Равноправие теперь берем. Психология. Поддержать психиатров, поддержать психологов. Счастливое детство. Запрет детского труда. Конец детского труда. Противники детского труда считают его жестоким явлением. Тяжелый труд, которым выжили заниматься дети, угрожает их здоровью и нормальному развитию. Им платят куда меньше, чем заплатили бы взрослому за ту же работу. Дети должны учиться, а не работать. Сторонники использования детского труда указывают на то, что не все дети заинтересованы в получении образования. Что запрет работы лишает детей финансовой независимости. Они считают, что противники детского труда основывают на чувстве жалости, а не на фактах. Ага. Я основываюсь на чувстве того, что у нас больше будет интеллектального капитала. А это что? А это хорошо. Я всегда за такое жил. То есть интеллектальный капитал это очень важная вещь. Позволяет нам быстрее все исследовать. Плюс 10, да? Денежное средство бедняков. Бедняки детским трудом. Использование детского труда запрещено. Эпоха детского труда закончена в марте 1903 года. Детям запрещено работать до завершения подросткового возраста. Некоторые считают, что это замедлит развитие экономики, основанной на использовании дешевого детского труда. Однако большинство уверено, что использование труда пятилетних не может быть ничем оправданной. Я тоже с этим согласен. Я вообще не понимаю. Но в тот момент это было как-то нормально. Сейчас это вообще никак не идет. Ни в какие рамки. У нас, кстати, здоровье населения поднялось. Так. Гасание нового учреждения. Порт, 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 порт. Подъехал. Сейчас у нас доходы чуть впадут, но ничего страшного. У нас зато порт появится. То есть, смотрите, вокзал, порт. У нас уже город такой мощненький. Подождите, необходимый уровень. А что там порт дал? Что-то порт там еще дает. А, необходимый уровень продаж. То есть, а мы можем его улучшить? Получаем строить развлечения. Социальное взаимодействие. Бонус к производительности компаний. Ох. А какие бонусы-то хорошие на самом деле от этих сооружений. То есть, их реально стоит возводить. Я почему-то раньше с этим не парил. Социал-демократы побеждают молодая Швейцария на втором месте. Подождите, у нас законы открылись интересные. Сюда надо проверять законы, потому что там всегда открывается что-то такое. Во, психиатров, запрет лоботомии, здоровье поднимем. Поддержка психиатров и... Необходимый уровень продаж. Психиатров нет, не будем поддерживать. Давайте предложим вот это вот. Здоровье общее поднимем. Лоботомию, откажемся от нее. Давайте построим, я не знаю, центральную больницу. Либо... Давайте центральную больницу где-нибудь. Улучшать здоровье всех жителей города. Где у нас центральная больница будет? Расположение, будьте на окраине. Пускай люди за ней, как говорится, к ней всегда ездят. Вот здесь у нас ничего особого нету. То есть, как-то не особо. Люди обеспокоились все. Вот. Будет вот здесь у нас центральная больница. Я знаю то, что она дорого. То, что очень дорого стоит для бюджета. Ну, что поделать. Согласие отцу уж. Куда им еще? Куда они денутся? Никуда. У них нет возможности делать так. Запрет лоботомии. Соглашаемся. У нас здоровье сейчас должно всего... Индекс здоровья всего населения подняться на восьмерочку. На самом деле, это хорошо, по-моему, должно сказываться на том, как они рождаются. Центральная больница. Конечно, тоже все согласны. Где-то коммунисты против. Странно. Наполовину коммуниста за, наполовину против. То есть, по-моему, немножко странно. Чтобы коммунисты были против здоровья населения. Ну, хотя центральная больница... Не знаю. Даже к чему это привязать, то, что они против. Получаем здоровье. Развлечения от порта. Отлично. И бонус к промышленности тоже нам пор дает. В целом, доходы наши... О! Выровнялись. Отлично. Безбилетники. Встречает пароход Мария Тереза. К удивлению, членов экипажа в трюме находят пять безбилетных пассажиров. Все они были голодные, больные. У них не было денег, чтобы оплатить проезд. Капитан спрашивает, что с ними делать? Позвольте идти мути безнаказанными. Мы получим мягкость. Ну, наверное, они самые лучшие. Фаллон развивает бизнес. Похоронное бюро. В районе Фаллон. Вам стоит отметить... Наградить владельство этого бизнеса. Давайте наградим владельство этого бизнеса. Хранить надо уметь. Это... Это дело, да, как говорится. Не из легких. Окей, ладно, пускай так и будет. Дело не из легких. Хранить людей. Ну да. Это только безопасность нам дадут. То есть мы ничего особо не получим. Больницу можем улучшить? Нет. Электростанцию мы и так улучшили, да? То есть вот эти все вещи надо проверять и улучшать. То есть дальше. Так, новый район. Я боюсь то, что вот там вот он потом ничем не застроится. То есть если я сейчас вот так вот сделаю... Вот. Принял. Отлично. Смотрите. Давайте сетку вот такую сделаем. Принимаем. Жилые нам не нужны. Нам опять жилых надо поменьше. В районе 30 до 1. Деловых поднимем до 30-40. Вот так вот оставим. Подтверждаем. И ставим сюда, наверное, опять-то вместо гравия. Все-таки получше дорожку. Я понимаю то, что... Таранат и повыше. И все остальное. Ладно. Ставим как есть. Слишком дорого. Слишком дорого. Отправляем. Отправляем. Коммерческое смешанное предложение по налогам. Заявляю, что таким образом поддержит торговлю лучше финансовую ситуацию в городе. Снизить налоги для коммерческих компаний. Нет. Извини, но нет. Никаких снижений налогов. Мы и так живем, знаете ли, не в идеальном мире. Денег не хватает. Ничего не хватает. Мучаемся, видите, да? Кое-как живем. Так. Равноправие. Отлично. Развод. Общественное мнение. Давайте общественное мнение. Там вроде как открывает города по-братиму. Ох ты, нифига себе. Равноправие. Равенство возможностей. Равенство полов. Свобода выбора. Свобода выбора. Мы за свободу выбора. Я не знаю, чего, кого и зачем, но мы за свободу. Акт об основном образовании. Бесплатном образовании. Вот. Получим, смотрите. Общая производственная интеллектральная капиталь в городе. Плюс 15. Конечно. Конечно. Просто я за. Ага. Отлично. Получаем акт об образовании. Он нам даст очень много все. Что-то как-то начинаются небольшие тормоза. Избирательное право для всех. Поддерживаем, конечно же. Позвольте женщинам голосовать. Получат ли женщины право, за которое боролись потом потом и кровью. Или победят более разумные люди. Металлистов в ударе. Гиганты железной промышленности занимают первые сроки в чертах. Металлисты устроили настоящую оргию. По слухам, хедлайнеры в фестивале сели живьем золотую рыбку. Король или президент. Интерес общества больше не сосредоточен на вопросе независимости Швейцарии. Теперь граждан волнуют форму правления. Монархия или республика. Нам как-то все равно на самом деле. То есть монархия, республика, еще что-то. Вообще как-то без разницы. То есть монархия там, республики. Я правлю вами. Все. Успокойтесь, ребятки. Я вами правлю. А не кто-то там другой. Так, район построили, а с районом согласились. Район начинает застраиваться. Притом активник, он уже доходы приносит 15 тысяч. Он не успел появиться, уже доходы. Смотрите, 20, 23. Феминизм. Ваша дочь Карла привыкла стоять за себя. Своей целью стремленностью она пошла в мать. Сын упрямцем она надеялась того, что ее приняли в университет. Когда она жалуется матери нашей вниз, предупреждение открытой издевальцы, с которыми она стала полностью в университете, вы тоже стараетесь ее поддерживать. Дорогой отец, мне очень важна твоя любовь. Но ты вряд ли сможешь понять, насколько плохо большинство мужчин думает о женщине. Я так относился к тем, кому не так повезло. Получаем прогрессивность. Ага. У нас и так вроде прогрессивность. То есть акты бесплатного образования. Вы согласны? Да. Это как понятно само по себе. То есть, чтобы они не согласились на... Ого, получаем интеллектуальный. Ого, прекрасно. 15 интеллектуалу. Ой, как хорошо-то. Я сейчас акт об основном... А, он закрыт. А, то есть тут есть некоторые эти... То есть, друг другу... Вот, все же тут поддержим психиатров, психи... Психологов, психиатров уже не сможем поддержать. Вот в чем дело. Смотрите, вот оно. Вот оно в чем дело. То есть, тут есть двоякие исследования. Ага, я только сейчас это понял. То, что есть двойные исследования. И то, что некоторые... Как? Детинг Мэра. Детинг Мэра. Он пока застраивается. Подождите. 31 он уже приносит. Это уже хорошо. 599 тысяч. Общественное мнение. Научный сбор данных общественного мнения подвергнул в политический мир. Ваша администрация провела первый опрос по методу ГЛАПа. Вы хотите объяснить публике, чем хороший этот новый метод? Какой пример вы проведете? Проблема безопасности. О! Серьезно, я зачем-то качнул безопасность? Ай, ладно. Городской индекс безопасности. Ага. Обеспечить больше здоровья. Поддержка психологов. Беремся за... Там кто против? Коммунист один против. Физиократ тоже один против 100%. Помните, в каждой парте есть такой червь, который против всего мнения партии идет. Ну, что за странности? Вот что за странности? Сан-Франциско, Оксфорд и Сидней. Общественное мнение не существует. Существует опубликованное. Уинстон Черчилль. Что-то мы как-то рано до Черчилля дошли, на самом деле. Если я не ошибаюсь, он на это время вроде бы уже родился или нет? То есть, я даже не знаю, не рано ли мы слишком его нашли. Антибиотики. Получаем секонд-хенд и хирургическую палату. Улучшение центральной больницы. Система охлаждения. Водоочистительная станция. Давайте. Или мы возьмем все-таки бытовушку. Водоочистительный. Подземный. Триотто. Радиовышка. Развлечения. Звуковое кино. Цензурных развлечений. Запрет женщины носить брюки. Либеральность дискрота. А кто в непристойном бикини. Ага. Светофор. Во. Уличить там движение. Нам надо, чтобы у нас поменьше были проблемы с движениями. Так. Детинг меры. Вы застраиваетесь? Вообще, надо дать немножко времени нашим людям, чтобы они застроились. То есть, ой, как тормоза-то идут какие. Во. Так лучше. Лучше мы больше не можем пока. Ни порт, ни что-то еще. Что-то вообще странно. Начинает как-то слишком много процессов, видать, происходить, и игра начинает в Триот. Изобретение Триота открыло много новых возможностей. Как новая технология появляет на жизнь в городе? Где следует применить в первую очередь? На светофорах? Да, светофоры дешевле стали. Отлично. Я же буду оснащать светофорами все. Ну, вы, думаю, уже это поняли, да? Бич Дейл. Ой, сколько он приносит. Давайте сделаем вот так вот, то есть, высокий уровень застройки. Я хочу посмотреть, что встанет. Так, давайте газовую инфраструктуру сюда введем. Канализацию, наверное, ставить не будем. И все, да? Дороги у нас так максимум. Давайте. Предлагаем район, психиатрическую клинику. Я сюда ставить не хочу. Проф.училище. Ух ты, оно и так уже есть. Я хочу посмотреть на максимальный уровень застройки. То есть, у нас уже... У нас 18 тысяч, кстати, население. Вполне себе большое. Эра сменится через 600 месяцев. Ой, мы скоро в новой эре окажемся. В третьей. Ну, к сожалению, не так много успелось. Это 648. 662. 610. Ух ты, нифига себе. Деньги-то как поросли. Нифига себе. Нейлон. Давайте возьмем нейлон. Чуть-чуть как-то у нас вообще с деньгами все дико пошло. Изменение района. Посмотрим, как сейчас новые здания по виду будут. То есть, как они вообще будут смотреться. Кидаем, соглашаемся. Ой, а что за торговые сделки? Смотрите. Вот это... Это мы? Ну, вообще, мы должны быть вот. Ну, ладно. Шанхай, Синай, Сидней. Как колония для двух учебных. Но, со временем, стал самым крупным портом в Южно-Плошаде. Сидней культурной столицей. Самый густонаселенный город Австралии. Делегация. 53 месяца Оксфорда. Стоимость. А что мы будем делать? Начальная школа. А, мы можем улучшить наши эти, что ли? Университеты. Все. Давайте делегацию по поводу средней школы. Исследовать истории Швейцарии. Вы используете интересным командовым государством со стороны мирового сообщества, чтобы установить запартнерские отношения с Оксфордом. Это обошлось недешево, так что подправить излечить ситуацию к максимальному выгоду. Попробуйте получить помощь Оксфорда в сфере улучшения образовательных учреждений. А, и все? Серьезно? Как-то не то. Я хотел немножко другое. Ну, ладно. Думаю, там мне опять побустят исследования. Ну, ладно. Ну, и ладно. Так, о чем еще тут можем-то? Можем взять непристойные комиксы. Ну, никто их не согласен. Поддерживает. Поддержка анестезии. Ой, а кстати, а почему мы не взяли-то? А, никто не хочет. Никто не хочет, поэтому и не взяли. Еще вопросы будут? Я думаю, не будут. Все против. Значит, я тоже против. Избирательное право. Я так понимаю, нам опять... Бусть это интеллектуальный капитал. Да, на десяточку. Здоровье тоже. Наконец-то! Женщины получают избирательные права. Изобретены тракторы с бензиновым двигателем. Тунгусский метеорит уничтожит 2,5 тысячи квадратных километров леса. Мощным взрывом. Скорее всего, вызвано падение метеорита. Ну, да, понятно. Октябрь 1909 года. Ой, скоро же война уже. Безопасное переливание крови. Открыто трех типов человеческой крови. Да, сначала три открыли, потом четвертый нашли. Конвер получил широкое распространение. И социал-демократы, но второго молодая Швейцария. Ну, как-то мы... Все однотипненько. Опять доходы упали. Да, 500... Дела металлургии процветают. Ой. Ой, какие красавцы. А что я хотел построить-то? Объясните мне. Я что-то хотел улучшить, я уже забыл, что. А мы что могли... А, мы больницу можем улучшить, да, сами? А, еще не открыли. Ну, ладно. А чем мы еще не построили? Суд и радиовышку. О, давайте радиовышку воткнем. Ты-ды-ды-ды-ды-ды. Давайте в Детинг Мюрри. Вот, радиовышка. Все согласны? 29 тысяч не против заплатить? Я тоже не против. Население постепенно 20 становится. А как у нас застройка стать этого района? Ведь отсмотрим. Би-Бич-Дейл. Что-то как-то я не вижу пока разницы, то, что тут высокий уровень застройки. А, нет, вот, строятся. То есть, смотрите, все прогалы стараются заполнять домами. О, как хорошо-то. На самом деле это хорошо, народ больше будет. Голосование по новому учреждению. А, соглашаемся. Это вышка же была, точно. За вышку я однозначно за. Так, без запросов. Кидаем. Так, нейлон. Импортировать его. Местного. Поддержать местное производство. Денежность в средстве, который граждане могут потратить на частную компанию. У женщины уменьшилось. Зато текстильная промышленность вроде как возросла. Странный выбор на самом деле. Так, тут ничего нет. Когда мы что-нибудь откроем из указ? Население чуть-чуть. Мы в прямом эфире. Новый победный этап завершен. Где наша вышка? Вот она. Улучшать мы пока не можем, но постепенно там откроется тоже. Тем самым мы население народа. То есть мы начинаем врать в прямом эфире о том, что все прекрасно, все хорошо. Ну, это заведено так. Так, открыли нейлон. Здоровье населения. Мы как-то, я особо не парюсь на самом деле. Он и так хорошо живет. Давайте откроем бытовую технику. И у нас, наверное, что-нибудь есть интересное. Мы можем еще суд воткнуть. Нам нужен суд. Улучшает уровень безопасности всем городу. У нас так безопасность, я не знаю, просто на уровне буроньки. Давайте суд поставим. Ну, давайте, давайте. Куда суд воткнуть? Давайте суд воткнем вот сюда вот. Ладно, вот сюда вот. Ой, нет, нет, нет. Ну, ладно, снесем одно здание. Зато суд будет. У нас будет свой городской суд. Свой суд в городе. Я решил всем застроиться, ребят, на самом деле. Почему бы и нет? Ну, знаете, надо все попробовать. Надо везде все улучшить. У нас в городе все хорошо. Не считаю только, наверное, проблем немножко с экологией, с окружением. Но в целом и то не в минусах. То есть тоже хорошо. Да, тут ничего. Ничего нету, ничего нету. Какие тормоза прям. Я аж молчу, ребятки. Извиняйте за это, но не знаю, что делать. Попытаемся в следующей серии что-нибудь подработать. Видать, слишком много уже. Все, у нас 100 миллионов. Боже мой. Эффективность безопасности подняли. Я не знаю, зачем нам еще эффективность. Печатная машинка. Производство с обувью получает первого в городе печатную машинку. Всем компаниям. Однозначно. Необходим уровень продажи. Меньше. Бичдейл. Как-то там по доходам. 533 до 554. Новое здание строится. Ох ты. Ох ты. Ох ты. Как он застраивает все активно. 536. 557. Один Бичдейл, можно сказать. Вот это все нам приносит. Остальные районы тоже надо постепенно улучшать. Так. Новая техника. Система удаления ила. Все остальное. Подземный транспорт. Давайте-ка возьмем. И бытовая техника. Решение транспортной проблемы. Электроутеги. Пылесосы. Решение транспортной проблемы. Получаем на строительство паркомата. Уменьшение, да? То есть у нас Бичдейл такое явно Бичдейл. То есть тут всех больше всего интересного, да? Инфраструктура паркомата. Добавят к окружению. Зато мы получим эффект ко всем районам. Канализация, уличный фонарь, телефонная линия. Получим мнение. 24 тысячи месяцев. А то о чем можем с телефонными будками сделать? Окружение. Ну, как-то фигонько нет. Не хочу. Отключаем сети. Да. Отключаем сети. Канализация. Электросеть. Она очень дорогая на самом деле. Потом можно, смотрите, подключить светофор. И тем самым делать вот так. Вот мы получим 47 тысяч месяцев. Соединенные трамвайные пути. Получим опять больше передвижения. Электрическое уличное освещение. 9 тысяч. Давайте добавим. Я хочу прокачать Бичдейл. Не знаю, по максимуму, ребят. То есть он чтобы стал явно таким Бичдейлом. То есть это все-таки наш основной район. Давайте мы его прокачаем так, чтобы тут вообще все было идеально просто. Просто, знаете, такой центр всего. Все, эпоха закончилась. 14-й год. У нас столкновение о ценности. Эра 3. Великую войну встречали с радостью и восторгом. Ведь она должна была положить конец всем войнам. Ну, конечно. Вместо этого она вергла мир в хаос и изменила его, забрав 16 миллионов жителей. Гибель миллионов мужчин привела к либерализации общества и открыла женщинам дорогу в общественную жизнь. На самом деле, мы уже им так дорогу открыли, что ни одна страна на то время, наверное, так и не делала. Интеллектуальный капитал 133. Личность сближения 300 тысяч. Бюджет города 108 миллионов. И авторитет 488. Продолжаем. О, боже мой. Карла Килганон. Возьмите, пожалуйста, за свою фигуру. Я не знаю, ты мэр, ты представительное лицо. Ты должна быть, конечно, бой и бабой, но не такой. Внучка Дугала Карла продолжает семейную традицию защиты угнетенных. Она стала одной из первых женщин в Фетсалии, получивших университетское образование и ярой сторонницей движения за женские права. Преданность идеалам суфражисток не позволила ей выйти замуж. Чего? Большинство ее друзей женщины. Понятно. Прогрессивистка. Это большой плюс. Цинизм это плохо. Честность это хорошо. Продолжаем. Ой, смотрите-ка. Устарело. Акт об охране труда. Запрет праздношатания. Геново-операционных. Финансирование добровода. Акт об источниках дохода. И служба помощи бродягам. У нас неизбранные физиократы, свободные демократы, молодая и старая Швейцария. Зато у нас теперь центристы, христианские демократы, партия свободы, умеренная партия и партия прогресса. Пять новых партий. Прекрасно. Ну что, 20-15-15-20-15-15. Изменение потребностей и услугах. Партия свободы побеждает на выборах. Партия центристов на втором месте. Полимеры завоевывают рынок. Музыка чернокожих приходит в Швейцарию. У нас уже 18-й год. То есть у нас война прошла серьезно. Ну, ребятки, 4 года пропустили. Музыка чернокожих приходит в Швейцарию. Прекрасно. Доходы почему-то 350. Потребность в жилых помещениях низкая. Ух ты, нифига себе. Я не понял. Ладно, ладно, ребятки. Давайте займемся этим уже в следующей серии. Но у нас резко потребность в жилых помещениях просто упала на ноль. То есть нафиг нам для 20 тысяч народа. До этого нам, главное, они жили нормально. Потребности не было такой. А сейчас резко потребность вообще упала. Странно, на самом деле. Ну, ладно. Всем большое, ребят. Спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать это видео лайками, комментариями и своими советами. Мы, наконец-то, пришли в третью эпоху. Правда, вот по исследованиям мы третью эпоху почти скоро закроем. То есть буквально чуть-чуть осталось. И мы уже сможем перейти в четвертую эру. Уже исследовать поп-музыку в 20-х этих годах. Можем, в принципе, сейчас начать сексуальную революцию. Можем сделать и свободу информации. То есть все, что угодно. Ну что, надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте поддержать лайками, комментариями еще раз. И всем до скорых встреч. Пока-пока.